потому что у вас там 11 часов вечера ну это не принципиально да вы можете записывать даже записывать если вы можете записать видео тоже если вам это надо я занимаюсь свободной энергией только подход который у меня есть он совсем другой подход чем у других людей типа как я не маньяк я не считаю что свободная энергия есть только есть свободная энергия от налогов то конечно и роману получилось он сделал устройство работает оно не имеет свои преимущества и недостатки а из недостатков этого устройства это что оно геофизически не геостатинарное обозначает что да оно там работает в казахстане где он есть но не работает в другом месте я тоже был человеком который встретился с тарьером Капенадзе я был у него я видел работе в устройство тарьера Капенадзе причем он мне показал свое устройство без никаких оплат он обычно делает шоу типа как он собирает людей которые ходят посмотреть его устройство говорить что устройства нету на самом деле это устройство части у него где-то там есть но он ожидает что человек ему оплатить какие-нибудь деньги за это несколько штук он делает показ вы не слышите слышу слышу хорошо и он делает показ и потом когда он сделал этот показ люди раздержаются недоволены потому что они не узнали секрет всегда когда он делает этот показ он делает в последний момент когда человеку несколько часов осталось только до выезда чтобы у него чего-то что они задержались анализ какую-то делали и так далее я когда к нему приехал там была фирма чоколадная фирма зареги с которой имела тело старинок Капенадзе на там скажем 32 штуки евро и они очень сильно повредили наши встречи и даже попытались отравить мне и Тарена ну это не важно это это сказка да короче ну и здесь в Америке там эти были как с Венезуэли приехали ко мне и говорят слушаю сиди тихо на жопе именно так назвали а ты будешь жив а я спросил а почему вы так говорите они говорят слушайте на мне так важно или у тебя есть ваше устройство свободной энергии или его нету но если мы поверим что у вас это устройство есть для вас это будет опасно вот так повод по какому я хотел связаться с вами это за одно это для вас есть что-то интересное для людей за другое это есть то что я могу выразить свое мнение про эти все технологии я как раз работаю над чем-то другим есть видик который сделан на русском языке с моим плохим русским языком потому что я не не русский вообще к сожалению так получается я русский выучу здесь в Америке да надо было с физиками общаться а там в России есть много умных людей я даже иногда когда я встречаюсь с физиками с Денис я говорю так ребята не обижайтесь но вам может не именно вам но сравнить уровень воспитания русского народа это уже сам по себе что-то говорить это не сколько а что говорить ну смотри бывший совок делал самую хорошую эдукацию который можно только подумать что когда-нибудь здесь будет а ты говоришь ну как нет здесь умных людей да я говорю есть много умных людей но в основном Америка покупала бесплатно это мозги со всего мира потому что все хотели здесь приехать они выписывали бумажку ты можешь здесь остаться у тебя получается грин карта и гражданство ну Америка не платила за это мозги они сами хотели здесь приезжать так что у меня есть огромное уважение к русскому народу конечно политические точки мы не будем рассуждать я имею свое свое мнение на эту тему но если говорить про народ чем он отличается от народу ничья там есть люди которые хотят жить хотят заработать бабки хотят что-то делать может быть возможности не имеют такие же самые как здесь в Америке вот все да я у вас есть какие нибудь вопросы про меня да пока нет пока нет давайте пошел дальше Роман раз я видел устройство устройство Тарьяна Капенадзе я попытался как-то понять как это устройство работает он мне сделал показ естественно работал без никакой батареи или ничего видео на моем канале есть стиль выпаден я только что вернулся связался со мной Арунас он есть Литвин который литовец который находится в Англии и мы связались с Айдасом Айдас находился как раз в Бельнусе ну и Айдас говорит ну мне ничего не получается пока что а мы с собой говорим в трем три человека ну и мы начали подсказывать ему что сделать в один прекрасный момент он как раз имел дело с Йоуком Йоук это есть тот феррент который находится на сзади келескопа ну и получилось он буквально дал сигналы с генераторов милливатт ну скажем каждый из этих генераторов это было два генератора максимальная мощность у него был один ватт а а и один ватт а ему засветило шестьдесят ватт а потом где-то сто пятьдесят сто шестьдесят ватт а потом шестьсот ватт а наконец то ему засветило семь киловатт я этого не видел на своих глазах я решил поехать в эту самую на Литву влетел на Литву и там находилось шесть человек эм в этот момент эм эм айдас подошел к устройству и вот так сделал ой ударило я говорю как ударило я шла бычка была не подключена в этот момент значит здесь есть а там не было нums но был подключен а на него буквально было было два была блин наводки и одна бифилярки которая должна быть подключена к лампочкам и в этот момент я начал думать и думаю так ах ах приехал из Америки и сейчас ничего не будет, потому что он говорит, что что-то ему ударило. Подошел я к этому сердечнику, подставил свою голову вот с этой стороны и говорю, ну как, ничего не ударило, тебе просто кажется. Они, ребята, начали делать работу. Прошло где-то 25 минут. Я чувствую, что у меня, у меня голова начинает болеть, но с этой стороны, значит, я приложу с этой стороны, голова начинает мне болеть, с этой стороны идет вот так назад. Я подошел в этот момент к одному из чуваков и говорю, слушай, ну как там? Две группы там работают себе. А он говорит, ну вот так хорошо, только башка чуть-чуть. Окей, подошел к другому и так я прошел всех людей. Я не хотел, чтобы они одни вместе, чтобы я спросил, у вас все вместе, что, ну, оказалось у всех башка, понимаете? Но я тут приложу свою голову близко к этому. И сейчас я думаю, что в этом сердечнике от Рубина, который должен выдавать один киловатт энергии, может так его происходить? Ну, объяснение такое, когда я приехал здесь в Америку, через две с половиной недели у меня сильно болела голова, и после этого все это прошло. Ну, что может быть? Я думаю, что это и есть просто Рентгеновская уча. К сожалению, кто-то может сказать, а что такого там в этом ритисе сердечнике есть, что может делать тебе Рентгеновская уча? Да. Ну, ответ такой. Может быть, в этот сердечник, он был сделан на Литве, там была производство, которое делало все сердечки для Рубина. Может, они сделали какую-то добавку радиоактивной субстанции, который увеличивает, как это сказать, уменьшает габарит, а улучшает работание этого сердечника. Этот сердечник работал как трансформатор. Он просто отклонял электронный луч в этой ларке киноскопа, подая его на фосфорный экран, на который можно было смотреть и соображение. Ну, если взять себе, спросить, а зачем мне было русским эту домешку делать? Вот, у меня есть устройство, а, секунду, я не знаю, это будет видно, тоже есть видео на этом устройстве, секунду, понятно, может, там кто-то что-то, да. Вот, есть, да, о, на конце стоит, да. Вот такие белые с таким синим внизу. Это EDXRF, Energy Dispersive Express Spectroscopy. Это устройство, которое имеет возможность определить, что находится в любом веществе. Допустим, возьмем себе кольцо, и в этом кольце я могу узнать, сколько там есть ниди, сколько там есть цинка, или чего-то другого. Я могу взять тоже, я могу тоже взять этот сам, любую землю с улицы, вставить ее в это устройство, и я буду знать, какие там элементарные перевязки, таблицы Медельева, можно найти. Да, лабораториум, я сказал бы, хорошенький, у меня есть. Есть, где-то 400 инструментов, хорошей стоимости тоже. Да, очень хорошей стоимости тоже. Да. Я всего этого не было в 1910 году, потому что мне нуждалось. Когда я начал заниматься свободной энергией, мне пришлось и электронный микроскоп, или много чего-то найти, сделать. Короче, если сейчас объяснить, откуда у вас там бралась луч, ну если возьмем, что есть что-то, что делает вам рентгеновскую луч, да, и идешь к врачу, ложишься на столе, на столе, луч проходит через себя, выходит снизу. И снизу находится фильм, кассета с фильмом. Это рентгеновская луч проходит через себя, и остается на этом фильме и делает свои соображения. Так старый принцип рентгеновской работы, новый, делает так, что рентген переходит через себя, и снизу там фотомультипляер. Фотомультипляер, это есть электронная лампа, которая ловить это лучше, перебражает и увеличивает количество электронов, и потом подает это на электронику, которая делает свои соображения. То, что случилось со мной на Литве, это было, что энергия, которая проходила, не было достаточным, чтобы пройти через меня и выйти, а просто она осталась. Разве я проложил голову с этой стороны, то, скажем, больше энергии остается с этой стороны. Ну, это как с едой. Ешь что-то, и разрешает тебе иметь эту энергию в себе через определенное время. Но, как раз, тренедили все вместе, это было то, что было надо, чтобы эта энергия ушла с ними. Но, гораздо хуже было, когда я начал делать эксперимент с Корманом. Корман и Гюлесби, это есть патент с 1956 года, в котором он описал устройство, которое на базе трубки, циклярной трубки, 5 мм внутри и около 4,5 см, дает энергию 1.1 кВт мощности. Через 70 лет. Но, есть но, активация этого вещества, которое там находится, происходит только, держит только, значит, эта собственность держит свою активность через час. После одного часа надо опять подавать импульс, и она следующий час заработает. И так, через 70 лет, пока трансмутация и преображение этого вещества не произойдет, что уже ничего там активного не будет. Атомы имеют свою форму, в которой они имеют баланс. Обозначает, что все, что в натуре происходит, пытается дойти до какого-то ровного вещества, какой-то баланса. Сейчас в атомической структуре, если у нас есть атом, атом состоится с протонов и наутронов, и есть электронов, а не позитронов. Позитрон не существует, его вообще нет. Он может появиться, когда происходит трансмутация, обозначает, что в этом атоме, который он такой счастлив, допустим, железо или, допустим, капор это будет медь. Да, он такой счастлив, он живет себе там нормально, там никого не трогает. В один прекрасный момент, вначале влияет на его протон, и тот протон уже и исчез, его трансмутация сделает этого протона. В таком момент он должен выделить свою энергию, переменить себе на что-то другое, если он переменяется в неутрон, либо в энергии, либо в частицах улетает. И этот позитрон, которого Роман не понимал, это то, что остается в трансмутации самой частицы. Это может быть и прутон, это может быть и неутрон, только не обязательно мы будем всегда иметь позитрон. Позитрон – это частица, которая имеет массу, имеет энергию. Эта часть эта имеет величину одного электрона. Только заряд у этой частицы позитивный. В таком случае, когда он пытается с большой силой скорости вылетать из ядра, он встречается с орбитальным электроном. Когда он встретится с орбитальным электроном, две частицы с собой делают коллизию, уничтожают друг друга, и у вас получается два и уничтожают гамма. Один уничтожает гамма идет в левую сторону, другой в другую сторону, ровно на 180 градусов. Пэт – позитрон эмиссион томографии. Или может быть сделать из-за этого, что мы получаем изображение, смотря на частицы, которые выходят из атома, на которые мы влияем. Человеку подают радиоактивные субстанции в госпитале. Эта радиоактивная субстанция имеет half-life, обозначает половину жизни, допустим, один день или шесть часов. И, конечно, после этого half-life мы считаем, что начинается следующий half-life, потому что половина жизни еще осталась. Сейчас эта половина жизни имеет свою half-life, а потом, после этого, половина жизни еще имеет свой half-life. Но скажем так, что это half-life? Если вам, допустим, 60 лет, или, допустим, 40 лет, то половина вашей жизни – это ваше half-life. Обозначает, что вещество, которое теряет половину своей массы, прожило свое half-life. Это есть, если мы говорим про радиоактивные субстанции, про изотопы. Дальше. Когда подают человеку в госпитале эту субстанцию, она имеет определенный half-life. В этот момент из тела человека улетают частицы, зависимо, какой радиоактивный элемент ему дали, могут улетать позитроны. И эти позитроны необязательно, но в большинстве они делают коллизию с электроном, получается лучи гамма. Есть два фотомультиплиерс. Две лампы, которые имеют синтеллатор спереди, фотомультиплиер. И луч попадает на этот синтеллатор. Синтеллатор может быть даже пластик, но может быть sodium iodide with thalium. Может быть high purity germanium, германобий или другой. Делает маленькие эксплозии, которые дают свет внутри этого кристалла. И с другой стороны, тот фотомультиплиер собирает эту информацию, перебражает ее на электроны и дает вам либо сигнал в граф, либо дает изображение. Значит так. Для того, чтобы получить лучший гамма, или даже, скажем, лучший рентген, необязательно нужна субстанция, которая выдает. Мы можем лучший гамма получить через влияние неутронов, а мы можем получить лучший экс-рея, если мы влияем на энергию, на массу, или если сама масса по себе является изотопом. Если возьмем в себе, что вот это есть наше ядро, а вокруг этого ядра есть электроны, то если мы подадим фотон снаружи, и фотон залезает внутрь атома, первое, что фотон делает, пытается удалить один из электронов. Чем ближе ядра электроны находятся, тем меньше энергетический потенциал он имеет. Обозначает, что тот, который снаружи есть электрон на орбите, и тот, который еще дальше на орбите есть, имеют высший потенциал. Если раз этот фотон ударить в этот электрон, который находится на первой орбите, то есть К, К, Л, М, Н и так далее, он делает дыру, этот электрон улетает, в этот момент электроны, которые смотрят на эту дыру, говорят, ах, как там хорошо, близко ядра, а там есть протон, он позитивный, так близко, хорошо. Он пытается залезать. Раз этот электрон пытается залезать на низшую орбиту, он должен отдать что-то, свою энергию, потому что у него высший потенциал. Что он делает? Он, прикая на низшую орбиту, отдает фотон. А этот фотон, это из фотон-экстрей. Оттуда у нас есть объяснение, что получается, вырытие от рубина, если приймем, что там есть радиоактивное вещество. Или, если приймем, что там есть вещество, которое может быть теоретически стольца, радиоактивное. Вот за этого получилась эта больная голову, боль головы и так далее. То, чего Роман не понимает, он не понимает фундаментальной физики. И разница между мной, а другими людьми, которые намного лучше получили, чем я, есть такая, что я не пытаюсь залезать там, где физика говорит, что там залезать не надо, потому что там есть просто брехня. Да, обозначает, что да, Роман сделала устройство. Я уверен, что процент, что она работает. Но она работает в Казахстане. Она не работает в Германии. Или войдем в другую точку, в Германии она может заработать. Обозначает, что когда он поехал, по-моему, он поехал в Ригу с этого устройства, у него это устройство не работало. Вопрос здесь, почему? Один из вопросов, один из ответов на это может быть Телерик Кэррент. Телерик Кэррент был использован еще с начала 20 века через американцев, чтобы питать телефонные линии. Он находится в земле, забываешь его там, что ему, если он там находится, ты можешь его использовать. Второй, что может быть? Есть разница потенциалов между ионосферой и землей. И там находится что-то такое, что мы можем Шуманс Кэррент. Шуман, если залезть в Википедию, можно найти, что Шуман-феномена, это есть, если есть одна молния в этом пространстве, которая является энергией, скумулованной в этой точке, то она вливает на все другие молнии вокруг Земли. Из-за этого, что пространство между Землей и ионосферой является, является, как это по-русски сказать, волнопроводом. Волнопровод – это то, что, может быть, я не использовал до конца правильное название, это то, что используется на высоких частотах больше, чем 1 ГГц. Это есть в коммуникации. Вот есть труба, и эта труба работает как волновод. Но размер этого волновода именно такой, какой должен отвечать влияние частоте, на которой он должен работать. Сейчас, если возьмём, что Шуман-фреквенси является где-то порядка 7.8 Гц, то там длина волны огромная. Если сейчас взять, что это из волна, волна – это синусоидеальная, это из волна. Всё, которое начинается от нуля Гц, до самой высокой частоты – это из синусоида. Гамма имеет свою частоту – синусоиде. Экстры имеют свою частоту – синусоиде. Это всё электромагнитические волны. Цвет, который вы сейчас видите своими глазами, это и есть электромагнитическая волна. А почему мы видим? Потому что наши рецепторы сделаны, чтобы видеть именно эту маленькую часть спектра электромагнитов, которые огромные. То, что у нас мы делали в Литве, на Литве, мы пытались найти частоту резонанса для этого ферромагнета и другую частоту, которая залезает на него и делает модуляцию этой синусоиды. обозначает, что после модуляции эта синусоида выглядела, как змея. Есть видео, можно залезать, там смотреть, как змея. И это, в основном, не то, что я придумал, а это то, что Арунас придумал. Как ни странно, большинство из этого, что происходит в области свободной энергии, происходит с бывшего совка. Это будет Польша, это будет Чехия, это будет даже часть Германии, скажем. Это будет Россия сама по себе и так далее. Я всегда спрашивал себе, откуда в этом взялось, почему именно там? Значит, такой уровень жизни. Молодой человек, который родился в России или на Украине, или где-нибудь, ему пришлось, когда он был ребёнком, рубить дерева, починить велосипед, прикрути гайку, посмотреть, как электричество работает, как это всё сделано, починить машину, или сделать, даже подтянуть линию электрическую где-то. И вот так рос. А как получается в Америке? Ну, в Америке жизнь, уровень жизни довольно хорош. Довольно хорош. Насколько хорош? Ну, скажем так, зависимо, где ты находишься. Не везде, ты должен быть физиком, ты можешь быть регулярным рабочим. И допустим, в юридической работе человек, который работает на стройке, заработает 67 долларов в час. 67 долларов в один час. Он работает 8 часов. Ему разрешается иметь перерыв на что поесть, пописать и так далее. Допустим, медсестра здесь обычно заработает 65 до 85 тысяч долларов в год. Учитель здесь заработает то же самое. Сейчас, быть электриками и так далее, где там в какие там починить. Он едет в механику, давай, мне что-то поломалось, ты профессионал, ты чинишь. И платит деньги, конечно. Ну, скажем, человек заработал 150 долларов в день, не такого, ничего такого. 150 долларов это нормальные деньги. В день, за один день. Просчитай это на рубли. Да, он говорит, да, мне надо купить монитор моему компьютеру. Монитор то стоит 90 баксов. Обозначает, что он почти заработал за один день на два монитора. Но компьютер стоит 400 баксов, потому что нету налогов больших ватт или какие там 400 баксов, 350 баксов компьютер хороший. Но сколько ему работать на этот компьютер? Два дня. Вот. Обозначает, что раз у этих людей комфорт жизни такой, они не делают ничего, чтобы себя сделать умнее. А русские ребята, они выросли так, как они выросли, и они думают всегда, что там сделать, чтобы лучше. Что там сделать, чтобы давать какую-то пользу. Обозначает, что комфорт жизни. Это не очень хорошо для человека. Короче, вернемся к этому самому, потому что я не хочу занять много времени вам. к АКУ. Есть тоже человек, которого зовут Виталий, его зовут Тайгер, это мой друг. Я его знаю, я его доверяю. Тайгер приехал к АКУЛе и через один час смотрел на устройство АКУЛе, которое работало с мощностью около 1 кВт. появляется проблема, которую люди не учевают. Из-за этого происходит трансмутация, обозначает поменение свойств вещества, этот феррид садится. И постоянно возникла проблема, что устройство работает, но только сейчас работает. А потом не работает, он даже не знает почему. он делает меняет сердечник на другой. Акцежирование этих сердечников уже почти невозможно получить. Я сам пытаюсь получить эти сердечники, чтобы измерить его средства. Информация, которую я даю, она свободна от всех секретов. Я ничего не скрываю. Это разница между романом и мной. Тоже разница между тарелом, разница между этим самым Русланом и многих. Русские ребята имеют что-то закадыриванное в своей голове. Не отдам, продам. А если не продам, помру. ну не отдам. Ребята, свободной энергии невозможно продать. Как странно это звучит, невозможно продать. За это все ребята, которые имеют это устройство, а этих ребят есть около 50, прямо сейчас, помрете, не отдайте, и говно будете иметь заодно. Вот это мой ответ. Почему? Ответ очень простый. Допустим, у вас, дорогой Виктор, есть это устройство. Маленькое устройство делает вам 2-3 киловатта, 5 киловаттов. Говорите, ух, все деньги мира. Не приходит другой человек с Москвы приехал, москвич, какой там, понимаешь, богатый. Говорит, так, ну сколько тебе надо? Ну ты говоришь, ну сколько дашь? ну я тебе дам 100 тысяч долларов. Чего? Говорит, давай. Ну я тебе первым задам вопрос. Давай. Я тебе дам 100 тысяч долларов, мне дам все сократы этого устройства, да? Да. Завтра мой рабочий делает это устройство и пытается продать это устройство. Да? Да. Человек, который покупает, платит, допустим, одну штуку, тысячу баксов. Да? Да. Устройство сколько стоит, чтобы сделать? ну 30 баксов, 30 долларов. Ага. Обозначает, что 970 долларов в карман чистый, это очень хорошо. Да. Ну, тот человек, который купил это устройство, он посмотрел внутрь, делает устройство, не платит ни мне, ни тебе. Какая мне выгода от этого? А Роман скравится по своей голове и говорит, ну никакой головы, никакого пользы для тебя этого нету. Если вместо Романа был бы я, я бы сказал так, а пошел ты за свою деньги. Разве это стоит 30 баксов, это то половина одного часа рабочей, работы, половина 30 минут работы рабочего в юнионе. Юни это из известки рабочей здесь неважно. Я сделаю так, я дам этот секрет всем. На земле находится 6.8 миллиарда людей. И скажем, за 6.8 миллиарда людей 10% это люди, которые захотят это делать. А стали скажут так, как американцы, тысячу баксов? А пожалуйста, возьмите тысячу баксов, да, у меня устройство, я врач, зачем мне заниматься головой этими прыжками или акулотрансформаторами, зачем мне это надо? Обозначает, что я первый, который отдал, все знают, вместо мне убивать русские или американцы или другие, понимаешь, они считают мне героем. Я начинаю делать бабки, тысячу людей начинают делать то же самое. Вместо меня убивать, я остаюсь богатыром. сейчас, почему не идет этого патентовать? Не идет этого патентовать, потому что никто не дает патентов на устройства, которые подходят под группу патентов, которые называются perpetual motion. патенты, я хорошо помню, в 1905 году было международное право, которое было сделано, что патенты, которые можно бросить в эту группу, никогда не получат патенты. Так же самым тарелл Капенадзе, который в 2008 году подал на патент. Его патентный офицер, тот агент, просил его, 50% я тебе делаю патент. а тарелля на него смотрит, говорит, какие 50%? Ну, он скроется по голову, ну, хорошо, 50% от чего? Ну, от будущего прибили, от будущей прибили. Ага, давай, делай. Патентов все равно так и не больше. Да, заявка была подана, ну, и что же за это? Обозначает, если это будет смотреть Руслан, Акува, там есть многие, у которые это устройство есть, я не знаю, как это работает, пожалуйста, учтите, помрете, а не отдайте, и говно вам за это будет. Вот так. Только если отдашь, что ты сделал бабки, а то покупать каждый человек на улице. Мне это мешает, что из 10% конкурентов больших, маленьких, пусть будут. Мне это мешает? За один день тысячу устрою сделано, тысячу баксов за устройство, один миллион долларов. Просчитайте это на рубли, которые падают как бухи сейчас. За уважением. Такая правда. Я не говорю, что я сказал, очень много чего-то хорошего про русский народ. Ну, правду надо глаза бросить. Вот. Это из то, что вы платите за войну. Я не говорю, что вы правы, не правы, не влезая там. Это то, что вы говорите платить за войну. С полным уважением для вас всех. Вас оставили, а вам что надо? Вам надо только есть, быть, уйбаться, иметь, пойметь тюнку, жениться, иметь детей, то, что вам надо. Вам не нужны эти все проблемы и экономия, которые идут и не знаем, где она остановится. Русский народ это великий народ, огромный народ, умный народ. Вот. Это было бы, что я хотел сказать. Короче, роман Пузин не залезает в теорию а то просто даже больно слушать. Понимаете, больно было слушать, как он говорил, просто хотелось остановить это видео. Да, есть человек, который попадает в лотарью, и ему там, так как здесь, в Америке, есть в Мега Миллион, последний раз было 110 миллионов долларов, в Играши, но нормально, ничего вот так вот. А есть еще тот Powerball, 150 миллионов. И в каждую неделю у нас здесь кто-то становится миллионером, а тут 300 миллионов людей, населения. Кто-то становится миллионером. Вот так. Вот. Пожалуйста, ребята, подумайте. истина человечества. В чем она заключается? В этих миллионах? Для меня все эти люди, которые получились выиграть в эту лотарью, сделать устройство, это просто люди, которые не имеют совести. Ушлые люди, которые не имеют совести. да, я хотел бы то же самое сделать, но когда нет продаж, помирай. Бог с тобой. Спасибо большое. Спасибо вам, если. Спасибо большое. Вы можете это видео поставить на YouTube. Пожалуйста, имейте полное разрешение. спасибо. Спасибо машина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА